Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава в книге чисел, самая маленькая, перевод российского библейского общества, считаю, для библейского портала экзегет. Маленькое, но важное. Вот смотрите, у нас в книге чисел вот такой ветхий завет, то, что люди привыкли называть ветхим заветом, ну, такие тяжелые наказания, массовые расправы. Народ возмущается против Бога, и Бог гневается и уничтожает народ, причем тысячами. Вот в предыдущей 16 главе 14 700 человек погибло, а сначала еще 250 и три семьи. То есть, ну, 15 тысяч человек. Мало ли это в один день, в один момент. И, ну, это, конечно, впечатляет, так растерянно говорю я, но как-то не привлекает абсолютно, да? А есть ли что-то положительное? Вот что, Бог только репрессиями управляет своим народом, только массовыми казнями? Но мы из истории знаем, что это к хорошему не приводит. Господь сказал Моисею, велись нам Израилевым принести тебе двенадцать посохов, по одному от каждого племени, посох вождей племен. На каждом посохе напиши имя его хозяина, на посохе от племени Ливии напиши имя Аарона, от каждого предводителя рода по посоху. Положи посохи в шатре встречи перед заветом, там, где вы встречаетесь со мной. Посох человека, которого я изберу, зазеленеет. Я сделаю так, чтобы мне больше не слышать, как рощут на вас сыны Израилева. Посох — символ власти, но это палка просто, да, естественно, сухая, срезанная какая-то ветка, может быть, иногда ствол небольшого дерева, да? И символ власти, как и сегодня, допустим, епископы с посохами ходят православные, да? Не потому что они старенькие, им передвигаться трудно, а потому что это символ власти, да и вот часто это так бывает. И смотрите, вот здесь этот посох должен зазеленеть, он должен проявить жизнь, потому что вообще, конечно, это сухое дерево. Моисей передал это сынам Израилю, моих вожди принесли ему свои посохи. По одному посоху от каждого вождя. Всего 12 посохов, среди них посох Аарона. Моисей положил эти посохи пред Господом в шатре завета. На следующий день Моисей вошел в шатер завета и увидел, что посох Аарона, посох племени Ливии, зазеленел. На нем появились почки, распустились цветки и созрел миндаль. Ну и к тому же это не просто там один росток, да? Вот прямо уже все созревание произошло. Моисей взял все посохи, лежавшие пред Господом, вынес их к сынам Израилевым. Те увидели свои посохи и разобрали их. Господь сказал Моисею, положи посох Аарона пред заветом, пусть хранится там, как знамение для строптивых людей. Так ты положишь конец их ропоту, и они не погибнут. Моисей сделал все в точности так, как повелел ему Господь. То есть вот явное доказательство того, что избран только один род, одно племя и один священник в этом племени Аарон. Собственно, в предыдущей главе говорилось о людях, которые оспаривали это избрание. «Сыны Израилевы сказали Моисею, нам конец, мы погибли, все мы погибли, всякий, кто приблизится к хинии Господней, умрет. Неужели нам всем пришел конец?» Такой вывод. Ну, понятно, у них перед глазами все эти массовые наказания от Господа, все задавлено. Посох доказал, что только одно колено, одно племя, один род этого племени, один человек в этом роду Аарон является священником по воле Божьей. И в результате вот все задавлено, и возникает ощущение, что, ну, просто кошмар и ужас. Что с этим делать дальше? Как вот левитам и Аарону управлять этим народом, который, в общем-то, приведен к повиновению, ну, колониальными какими-то методами, да, вот прям массовыми репрессиями. Есть ли какой-то выход из этого? Есть, это жертвоприношение, и довольно многое об этом будет в следующей 18 главе. Продолжение следует...